Друзья мои, всем большой теплый салют! Сегодня я наконец-таки добрался до большого ролика про Текно, а именно, какой выбрать Текно в 2024 году. Сегодня разберем от бюджетного ценового сегмента до такого прям плотного среднебюджетного ценового сегмента. Поговорим о минусах, о плюсах, о ценах, короче, поговорим обо всем. Но сразу вам скажу, что отдельные обзоры на все практически эти аппараты, которые вы сегодня увидите, есть на моем канале. И ссылки я помещу отдельно. Там прям с нюансами, там сколько автономность в реальной жизни, как там звук работает. Здесь же мы все-таки с вами будем такими широкими мазками идти, чтобы у вас было просто понимание в данный момент, что есть на рынке, что там в них хорошего и в какой ценовой сегмент заглянуть и посмотреть. Спарк Гоу 2024. Обзор на этот смартфон выходил у меня на канале. Для кого важна полная картина, то обязательно перейдите и зацените. Ссылку я оставлю в описании. В том числе там будет и тест автономности в реальной жизни, и еще много нюансов рассказано. Но если коротко, это самый безумный бюджетник начала 2024 года. Я его купил за 5 360 рублей на распродаже. В последнее время я его видел за 6, за 7 тысяч рублей. Все зависит от того, какую конфигурацию памяти вы выберете. За эти деньги, на секундочку, вы получаете стереодинамики. Раз. Это уже сильно, да? Это очень уже сильно. За эти деньги вы получаете не самый тухлый процессор, Unisoc T606, который на самом деле себя неплохо ведет в повседневной жизни и спокойно справляется с базовыми задачами. Даже в игры можно будет поиграть. Следующий важный момент. 90 Гц дисплей. При том, что эти 90 Гц не просто где-то на бумаге, они реально работают. Смартфон за 5 360 рублей, как я его купил, ну или как он сейчас стоит, 6-7 тысяч рублей, какую вы там конфигурацию выберете, 7 с половиной, он дает вам максимальную плавность, которую можно вот в этом бюджете. Динамический остров. То есть, если у вас там зарядка, например, телефона происходит, или батарейка села, или Face ID вы разблокируете все это дело по лицу, то у вас здесь всплывает такой островочек. Сами понимаете, куда идет эта отсылка. Ну и, наконец-таки, сканер отпечатка пальца прямо вот здесь, вот в торце, в кнопке питания. Это тоже, на самом деле, достижение, потому что в бюджетниках часто либо не делают сканер отпечатка пальца, либо его куда-то лепят на обратную сторону, но это вообще не камильфо. Из нюансов я подметил не совсем естественный звук при записи голосовых сообщений, либо кружочков в Телеграме. Вот, наверное, и все, что вот прям так вот я могу сказать, вот, да, вот здесь вот есть какая-то там запара, есть какая-то проблема. POVA Neo3. Главное достоинство этого аппарата, разумеется, батарейка 7000 мАч. Также есть еще 90 Гц частота обновления дисплея. Ну и, наконец-таки, Helio G85 процессор, который, на самом деле, в пределах десятки себя до сих пор максимально уверенно чувствует. Дисплей здесь стоит IPS-ка, HD плюс разрешение, экран звезд с неба по картинке не хватает, но при всем при этом многих на самом деле устраивает. Я помониторил отзывы и понимаю, что в целом многие за эти деньги на дисплее так не обращают внимания, как делаю это я. Да, разумеется, на следующем девайсе, который мы рассмотрим, картинка будет поинтереснее, а в бюджете они находятся плюс-минус одинаковым. Но этот девайс будет брать тем, что здесь батарейка 7000 мАч. В тесте автономности в реальной жизни он себя показал на 9 часов 20 минут экранного времени, что очень и очень достойно. Батя бюджетного ценового сегмента Tecno Spark 10 Pro. Главная его особенность, помимо того, что много всего его можно причислить, Helio G88 процессор, здесь у нас Full HD разрешение, 90 Гц. Он достаточно неплохо себе показывает в плане автономности. Камера это вообще отдельный разговор, но вот как только ты его берешь в руку, ты сразу такой типа, вау, а что это вообще такое? А что это вообще происходит? А происходит вот что. В бюджетном ценовом сегменте здесь поставили стекло на заднюю обратную сторону. То есть рамка, она пластиковая, классическая, а сзади стекло. В бюджетном ценовом сегменте такое практически не встречается. Сканер отпечатка пальца. Разумеется, здесь в бочении, быстро разблокируется, никаких вопросов нет. Дисплей действительно приятно смотреть к нему, хорошая картинка, можно потреблять контент. Но есть не единственный нюансик и момент, что он хаотично играется с яркостью. Что касается железа, Helio G88 на самом деле на ближайшее время хватит. В этом ценовом сегменте это, в принципе, нормальное, адекватное решение. Хотелось бы, наверное, Helio G99, но оно крайне редко встречается. Очень редко за эти деньги. Это все-таки немножечко другой ценовой сегмент. Ну и последняя, наверное, моя претензия, это звук. Он здесь, к сожалению, моно и достаточно тихий. Камера. Основа на 50 мегапикселей, фронталка на 32 мегапикселей. И здесь я вам скажу, что он себя очень уверенно чувствует. В плане, если мы говорим основы, то ничего подобного на других аппаратах этого ценового сегмента я на самом деле не наблюдал. Качество фото реально отменное. Да, бывают моменты, где что-то экспозиция западает. Но в целом, как бы, это общая тема, которая тянется с Текна. То есть, как бы, здесь ничего нового нет. Экспозиция у них всегда так своеобразненько работает. Пересвечивается картинка. Но если мы берем по цветам, по детализации, по вообще объему фотографий, по уровню света, то это, конечно, прям вообще очень добротно. Ну, короче, здесь ты смотришь на эти фотографии и понимаешь, что, типа, ну, этот девайс не за 10-12 тысяч рублей. Поэтому, кто хочет за небольшие деньги получить максимально классные фотографии, но это, наверное, чуть ли не единственный вариант, который я вам в данный момент могу посоветовать. Хотя нужно будет посмотреть еще на новинки. Spark линейка пополняется. Помимо Go 2024, в данный момент еще у нас доступны уже на рынке Spark 20C, Spark 20, без всяких приставок. И в ближайшее время появится Spark 20 Pro и 20 Pro Plus. Вот давайте на них остановимся поподробнее. Tecno Spark 20 Pro и 20 Pro Plus нас с вами ожидает Helio G99 процессор, 12 гигабайт оперативной памяти плюс 256 гигабайт накопитель и, разумеется, еще оперативная память расширяется, 9 гигабайт виртуалки, файла подкачки. Мы тоже сюда можем в принципе аккуратненько добавить, но все-таки 12-ка это все-таки наша база, да? Отсюда будем идти. Также еще microSD карточки до 1 терабайта можно вставлять. Камера 108 мегапикселей основной модуль, 32 мегапикселя фронталка, Spark 20 Pro Plus будут покатые края и AMOLED дисплей. Покатые края и AMOLED дисплей при условии, что это серия Spark. 120 герц дисплей и пиковая яркость до 1000 нит. В целом новинка многообещающая. Дизайн тоже многообещающий. Что могу сказать? Ждем. В данный момент у меня как бы ничего не доступно, поэтому я не могу вам прямо сказать какое-то свое мнение, свое видение. Но вот на бумаге выглядит классно. В этом ценовом сегменте стоит обратить внимание на Tecno POVA 5. Без всяких приставок, просто Tecno POVA 5. Чем он хороший, вы меня спросите? Helio G99 процессор. Те, кто ждал этот процессор, вот, пожалуйста, это базовый Tecno, где вот можно Helio G99 разжиться и неплохо себя на самом деле чувствовать даже и в играх. Не могу сказать, что это прям будет игровой девайс, но в целом неплохо себя будете чувствовать. Ну, а про повседневную жизнь я молчу, потому что здесь все будет хорошо. При условии, что еще и стоит накопитель UFS 2.2, что прям вот чертовски не хватало именно в линейке POVA. Что касается сканера отпечатка пальца, он здесь в бочине, отлично все дело разблокируется, 120 Гц на доступно, на борту IPS-ка на уровне, Full HD плюс разрешение. Батарейка 6000 мАч. Главное достоинство этого аппарата. Но забегая вперед, я вам скажу, что на самом деле ну прям эффекта вау я здесь не испытал. Насчет автономности она просто хорошая. Касаемо звука, здесь у нас стерео, достаточно неплохой для этого бюджета. Камера в целом основная фотографирует уверенно, даже местами прям очень уверенно. Такой смотришь, идти удаешься. Это классно, это хорошо. Но бывает кадры прям пересвечивает изрядно, если солнце конкретное палит. Вот когда я тестировал, прям солнце палило хорошее и много было пересветов с экспозиции работает по-прежнему странновато. Что касается видосов, здесь у нас Full HD 60 FPS присутствует, но, к сожалению, со стабилизацией электронной вы записывать в этом режиме не можете. Если вы хотите стабильную картинку, вам нужно переключаться в специальный режим и там будет всего лишь Full HD 30 FPS. Но картинка стабильная, так что здесь чудо не произошло. Следующий девайс в фокусе нашего внимания Tecno Comeon 20 Pro без всяких приставок. Да, рамка пластиковая, выдает бюджетность, но сзади максимально приятно. Плюс у него, кстати, важно очень жесткий чехол идет в комплекте. Прям вообще конкретика чехол еще и матовый. Ну а если без чехла носить, то это, конечно, прям дик приятно. Он невероятно стильный. Что интересного в этом аппарате? 120 Гц, Amoledka, Full HD разрешение, сканер, отпечатка пальца в дисплее, который прям вообще ну работает моментально. Вопросов к нему нет и, конечно, до 20-ки тяжело будет найти аппарат, который будет разблокироваться от отпечатка пальца на дисплей. То есть обычно это все будет встроенное в торце. Базируется на процессоре Helio G99, хорошо у нас с вами знакомый. Здесь на самом деле нет ничего нового. Как бы это не хорошо, не плохо, это просто как факт. Процессор шустрый, быстрый, здесь еще догрузили 8 гигов оперативной памяти и в базовой модификации 256 гигабайт накопитель, что важно. Понимаете? 8,256 получаете за 17-18 тысяч рублей, если вы хорошо куда-нибудь попадете. Плюс накопитель здесь стоит UFS 2.2, что максимально приятно и быстро. Камера. Основу поставили на 64 мегапикселя, 32 мегапикселя воткнули фронталку. Сразу скажу, что звезд неба она не хватает. Может быть, где-то вы в отзывах найдете, что типа вау, какая камера, у всех разное восприятие, но я вам могу сказать, как человек, который много девайсов за год перетестировал, что здесь камера просто нормальная для этого ценового сегмента. Не надо здесь бить тебя в грудь, что это лучшая камера. Нет, просто нормальная для этого ценового сегмента. Фронталка неплохо, 32 мегапикселя далеко не у всех встретишь, но при этом, да, она бывает как-то в темных условиях, где недостаточное освещение слишком тебя высветляет. Видеосъемка здесь без сюрпризов, электронную стабилизацию в обычные режимы, типа там 60, Full HD 60 FPS, там 2К, нет, 4К 30 FPS не завозили. Здесь есть суперстабилизация, но она отдельно включается и картинка достаточно получается на этой суперстабилизации мыльноватая. А вот там, где хорошее разрешение, там, где есть вот эта 60 FPS плавность, к сожалению, вы будете работать без таба. Но здесь, опять же, без удивлений, практически у всех такая проблема в этом ценовом сегменте. Следующий ценовой сегмент, следующий девайс Tecno Common 20 Pro 5G. И тут-то в целом на самом деле весь и ответ. 5G, эта приставочка, говорит о том, что процессор поддерживает сети пятого поколения. Для нас, это разумеется, в России не сильно актуально. Но я думаю, что этот ролик смотрят не только в России, поэтому имейте в виду, если для вас 5G-версия важна, то как бы, точнее, 5G-сети важны, то вам нужно брать 5G-версию, здесь как бы с интернетом будет все поинтереснее. Ну и разумеется, благодаря тому, что здесь есть 5G, уже совсем другой процессор стоит. То есть, если в предшественнике стоял Helio G99, то здесь уже стоит Dimensity 8050. А Dimensity 8050, проц в этом ценовом сегменте, это на самом деле, ну такой прям уверенный, хороший подарок. Не буду говорить, что прям лучшее решение, наверное, что-то еще можно найти, но это гораздо увереннее Helio G99. То есть, здесь уже и в игры можно поинтереснее поиграть, он уже и лучше обрабатывает те же самые снимки, и видосы, мне кажется, чуть поинтереснее пишет. Здесь тоже, да, важно этот момент уточнить. И в целом, как бы, у вас есть запас производительности туда вот, вперед, на будущее. Плюс, также здесь поставили UFS 3.1 накопитель. Отсюда у вас скорость работы на этом девайсе будет быстрее, чем в обычном Tecno Common 20 Pro, без всяких приставок. Что касается дизайна, здесь его тоже немножко переработали. В целом, при, на первый взгляд, вы такой, типа, посмотрите, да вроде та же самая кожа-рожа, как бы, что здесь такого. А обратите внимание на блок камеры. Как ни крутить, чуть выигрыш не смотрится, согласитесь, Tecno Common 20 Pro 5G. Но 4G-версия за свои деньги тоже хороша. Что у нас здесь с вами еще? 0,005 мАч батарейка, AMOLED-ка, 120 Гц, сканер отпечатка пальца в дисплее. Камера здесь хорошая, камера здесь приятная. В своем ценовом сегменте вообще вопросов не имеет. Действительно, это добротная, хорошо детализированная, с правильной цветопередачей, картинка. И мне в моем недельном эксперименте, который был летом с этим смартфоном, прям-таки все понравилось. Единственный момент, который я еще и отмечал как раз-таки в этом обзоре, что, к сожалению, не всегда верно работает с экспозицией. И некоторые кадры могут встречаться пересвеченные. Видосы по-прежнему пишет 4К максимально 30 фпс, Full HD 60 фпс тоже есть, но, к сожалению, электронной стабилизации не будет на этих режимах. Сразу важно помнить, чтобы была электронная стабилизация, нужно опять идти в специализированный режим и там будет уже Full HD 30 фпс. Если же вы хотите максимальные фотовозможности и гигантский запас памяти, то для вас Common 20 Premier 5G. Никаких приставок Pro Premier 5G. Что здесь такого премьерного? 512 гигабайт накопитель плюс 8 гигабайт оперативной памяти, ну и, разумеется, 8 сверху. Файл подкачки, виртуальная память, по-разному его нужно называть. Короче, здесь память 8 512. Также здесь большой фокус на камеру. Основа здесь стоит на 50 мегапикселей, но это на самом деле как бы вас не должно расстраивать как-то, потому что 50 мегапикселей скорее всего есть косвенные признаки Sony IMX 766 с фазовым автофокусом и двойной стабилизацией матричной плюс оптической. Еще из приятных моментов в плане камеры здесь есть лазерный автофокус, который до 3 метров стреляет и помогает вам максимально точно наводить автофокусировку. Кто не знает модуль Sony IMX 766, ну я вам предлагаю познакомиться, потому что в пределах этой суммы это до сих пор, хоть он и старичок, там ему 2 или 3 года, он до сих пор один из топовых. Он выдает реально классную сочную картинку. Есть объем фотографии. Что касается ширика, то здесь его поставили на 108 мегапикселей. Реально на все деньги. Плюс еще у этого ширика автофокус рабочий. То есть обычно ширики идут без автофокуса, здесь есть автофокус, тем самым этот ширик можно использовать как макро. То есть если что-то тебе нужно сфотографировать максимально близко, то ты включаешь не какую-то заглушку, как обычно на других девайсах, а здесь ты прям включаешь ширик и с автофокусом бомбишь и у тебя получаются реально классные снимки. Фронтальная камера не претерпела изменений, она такая же на 32 мегапикселя, как это было и у Камон 20 Pro 5G. Процессор воткнули тот же самый, Dimensity 8050, быстрые накопители, батарейка 5000 мАч, ну и в целом наверное все. кстати, рамка точно так же пластиковая, как это было и у всех Камонов 20-х, о которых мы сегодня с вами разговариваем. Вот примерно так обстоят дела со смартфонами Tecno в начале 2024 года. Я надеюсь, что этот ролик вам помог определиться, помог выбрать аппарат именно из конкретного ценового сегмента. Надеюсь, что все возможные нюансы я вам подсветил, то есть, короче, вот чтобы этот видос реально был полезным. Если это так, то лепите свой боярский лайк под этим роликом и если еще не подписаны на канал, то welcome, подписывайтесь, в скором времени вас ждут свеженькие обзоры на Spark 20, 20 Pro хотелось бы достать, 20 Pro Plus тоже хотелось бы глянуть, что там с этими покатами краями и амалеткой за эти деньги. Короче, много всего интересного, поэтому подписывайтесь, ну и также приглашаю вас в свой телеграм-канал, ссылка на него в описании под роликом, либо просто пишите в поиске Телега Романовича, там мы с вами очень много всего рассматриваем. Анонсы, я вам показываю какие-то новинки, то, что в скором времени увидите на канале, хорошие цены, скидки, когда я себе что-то покупаю на обзор вот прям с огненным предложением, там я вас всегда оповещаю, ну и потом уже мы с вами все это дело обсуждаем. Ну и в комментариях я всегда на связи, так что если какие-то вопросы, заглядывайте туда, все ответы именно телеги. На этом у меня сегодня и все, огромное спасибо, что сегодня были со мной, с наступающим вас 2024, давайте кулачок, все, давайте красавцы, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok